Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Я встала рано и на улице льет, как из ветра. Блин, а сегодня я записана на ресничке. Очень хочется спать, надеюсь, что там посплю. Идем мы с вами в очень хороший салон, поэтому пора уже одеваться, собирать манатки и выбираться из дома. Я решила надеть то, в чем максимально удобно и тепло. Вот такой свитер и самый обычный джинс со скини. Слой витон. Надела теплый свитер и внизу маечка, потому что на улице очень холодно. Дубак. Так, я уже готова. На улице вроде дождика уже нету. Просто пасмурная погода. Я иду туда чисто поспать. На ресничке особо так краситься не стала. Да и зачем? Это же реснички. Так, что мы берем с собой? Естественно, сумочка, телефон, ключи. Смотрите, какой у меня брелок с этим, с мячиком. Очень женственно. Это папин брелок, который я скоммуниздила, так скажем. Дальше. Кошелек. Здесь у меня карта, паспорт и все дела. У нас паспорт такой маленький. Визитница. Конечно же, конфетки. По дороге будет скучно, поэтому мы будем кушать их. Это Тофикс. Обожаю, ребят. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Такая вкусняша. Это такой рай просто. И тон. Потому что я почти не накрашена. Взяла тон от Лореаль и блеск от Буржуа. Хочу его добить. Также, конечно, заколка. Осталось самое сложное. Все это нужно впихать в эту сумочку. Супер миниатюрную. Я даже взяла зонтик, хотя дождик остановился на всякий пожарный. Дождик, оказывается, моросит. Как хорошо, что я взяла зонтик. Я в маске. И теперь у нас штрафуют, если ты выходишь на улицу без маски. Представляете? Даже не в общественном месте ты обязательно должен ходить с маской. Очень тупо, конечно. Но правила такие. Правила нарушать нельзя. Кто нарушает, тот получает штраф. Сейчас я уже направляюсь в салон в первый раз. Господи. Иду в этот салон. Он находится близко к моему дому. Это хорошо. Но, если честно, в плане салонов я очень капризный человек. Очень боюсь, что мне не понравится. Но да ладно. Я уже очень давно не просыпалась. Настолько рано. Я приучилась себя ложиться в скрип. И вчера заснула пол четвёртого. И проснулась в восемь. Представляете? Хотя нет, вру в девять проснулась. Но всё равно для меня это очень рано. Поэтому есть надежда, что на ресничках я хотя бы посплю. Так, ребят, я уже на месте. Вы меня видите вот такой вот последний раз. Что мы выбрали? Эффект куколки. Эффект куколки. Значит, у меня будет. Мы разве не лисе или как-то назывался? Нет, лисе вы сказали, что фундитшка слишком. Вот я однажды делала лисе взгляд. Вам вообще всем не понравилось. Поэтому в этот раз я решила его уже не делать. Будет всё красиво. Покажу вам в конце. Сколько это у нас займёт? Твоя часа. Твоя часа. Всё, один глаз у нас готов. Я успела поспать немножко. Но боялась, кстати, в процессе спать. Я боялась, что открою глаз и туда потечёт клей или ещё что-то произойдёт. Но нет, всё было супер. Вот так вот он у меня уже готов. Теперь приступаем ко второму. Ветрено. Я не знаю, будет ли меня слышно или нет. Но впечатление у меня обалденное от салона. Я вам ссылочку оставлю внизу. Девчонкам можно довериться. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Я не хотела, знаете, супер большие, как в прошлый раз. Ладно, дойду домой, вам расскажу подробно. Моих любимых булочек нету. Но есть много чего другого и интересного. Проголодалась. Хочу что-то купить, покушать. Возможно, даже мукбанг сниму. Но здесь выбор небольшой. Смотрите, какие интересные здесь тортики. Вот эти грибочки вообще бомба. И здесь баунти огромные. 26 манат стоят. Какие вот торты. Зашла в магазин после ресничек. Хотела купить хот-доги. К сожалению, не было. Пришлось взять кое-что другое. Но тоже очень вкусная. Такая небольшая пицца, которую всегда продавали у нас в столовой. Кто помнит такие времена, когда в столовой продавали пиццу, пишите в комментариях. В общем, ребята, я уже дома. Вот такие вот реснички у меня получились. Я не хотела сильно веники. Но я думаю, в следующий раз буду делать чуть-чуть подлиннее все-таки. Я боялась, что получится слишком длинный. Вот. Но в конце получилось очень даже естественно. В прошлый раз, когда я делала, у меня очень сильно покраснели глаза. Мне было тяжело сидеть. Мне было безумно некомфортно. Казалось, что постоянно клей капает мне в глаз. Немножко было такое жжение. В этот раз я не чувствовала ровным счетом ничего. То есть было очень комфортно, очень удобно. Я даже немножко поспала на этом глазе. Потом резко просыпалась. И у меня был немножко страх, что вот я засну. Потом резко открою глаз и что-то произойдет. Но на самом деле ничего страшного нет. То есть если вы тоже хотите нарастить реснички, но боитесь попасться не к хорошему мастеру и хотите какого-то проверенного человека, я вам с удовольствием могу посоветовать Сабину. Ссылочку я оставлю внизу. Переходите обязательно. Вот. Если живете в Баку, я думаю, что Сабина для вас будет просто находка. Вот. На странице Two Sisters салона оставлю ссылку. И на Сабину тоже. Такая вот красота. Видно, что салон не новый. То есть уже давно они работают. Видно, что клиентская база у них есть. И именно в такие места я советую вам идти. Чем кому-то домой непонятно что, непонятно как. Лучше вот в салон за такой красотой. Ну не красотка. Осталось только брови сделать. Вот и все. Можно без мейка ходить. Я просто невезучий человек и все. Прикиньте, что сегодня произошло. Папа выбрал себе чехол для телефона и попросил мне заказать его. То есть я должна заказать ему, но придет к нему туда в Саратов. Я решила заказать, зашла на Алиэкспресс, а там опа, типа у вас бонус. Закажите там на 50 долларов и вы получите бонус. Типа 12 долларов. Ну короче, длинная история. И я решила заказать. Решила заказать, оформила все и забыла ввести промокод, чтобы у меня была скидка 12 долларов. И оказалось, что я весь хлам купила за общую стоимость. То есть получается я просто так купила вещи, которые мне не нужны из-за скидки. И в конце забыла ввести промокод и получается скидку тоже не получила. Хотела отменить заказ. Раньше там была такая функция на Алиэкспресс. Вы, например, что-то покупаете. В течение 5 минут вы можете отменить заказ. Вдруг нечаянно нажали или еще что-то. В общем, пыталась я вернуть свои денежки. А кассы этой кнопочки больше нет. Купил, отвечай за свой базар. Бери свои вещи, которые ты приобрел. В общем, немножко обидно, если честно. Потому что вещи были не очень-то и полезные. Просто решила типа сэкономить. Купить что-то ненужное типа со скидкой. Получилось как всегда. Но всегда моя мама говорит о том, что не надо расстраиваться. Все, что в жизни мы делаем, все к лучшему. Наверное, этому китайцу эти деньги будут важнее, чем мне. Поэтому вот такая вот штука получается. И еще плюс ко всему этому. Доставка-то не сюда, а в Саратов. И непонятно, когда папа оттуда приедет. Этот весь хлам привезет сюда. И привезет ли он вообще. Потому что это тяжело, так скажем. Такой вот инцидент вот только что со мной произошел. Печалька. Нужно быть внимательным. Я вот в работе тоже очень часто делаю что-то очень быстро. Максимально быстро, чтобы экономить свое время драгоценное. Но некачественно. Получается вот так. Продолжение следует.